Всех приветствуем. С вами профессор Алексей Ильич Осипов и Роман Голованов. Будем говорить про экуменизм. Алексей Ильич, я вас приветствую. Ну, разберемся в терминах. Что это такое за зверь-птица экуменизм? Когда он появился, кем? И знаете, тут его даже с масонами связывают. Он как-то связан? Ой, ой, ой. Ну, во-первых, этимология слова. Римская империя называлась экумены. То есть вселенная римская империя, по всему миру, то есть вселенская. Ну, и в данном случае, когда мы говорим об экуменизме, то предполагается, то есть и есть, не только предполагается, это такое движение среди христианских церквей, которое преследует одну цель – собрать всех христиан в одной церкви. объединиться всем, всем быть едиными. И всё. Таким образом прекратятся все враждебные акции, которые были и которые могут быть между различными христианскими церквами, когда анафематствовали, обвиняли во всяких отступлениях от веры. Вот что такое экуменизм. Не правда ли хорошее дело? Всем объединиться. В любви, конечно. Это, так сказать, такая предпосылка, которая обычно озвучивалась на всех экуменических собеседованиях, конференциях, собраниях. Что из себя представляет экуменизм по существу? Это явление, именно экуменическое явление, оно возникло в протестантской среде. Исторически называют 1910 год, хотя уже до этого был целый ряд подобных вещей. Поскольку это было чисто протестантское явление, то, естественно, им хотелось, протестантским этим церквам, хотелось, конечно, привлечь и православие, и католицизм. Какова была реакция? Католическая церковь отвергла решительно экуменизм. Папа объявил вообще, по-моему, Лев X, это идея панхристианства, как нечто противоречащее совершенно христианской вере как таковой. Среди православных откликнулись, в общем-то, достаточно положительно, Константинополь. И вместе с ним Греческая церковь. Потом уже, уже я вам сказал, 1910 год, так, начало, и основные мероприятия проходили в Соединённых Штатах и в Европе. Затем деятели этого движения обращались к православным, в частности, к Русской Православной Церкви, и была даже переписка одного из них с Антонием Храповицким и с Эларионом, даже Троицким. Кто из главнейших идеологов экуминизма? Это был некто Джон Мотт, протестант, который параллельно с занятиями экуминическими был в то же время масоном действительно высоких посвящений. Он был необыкновенно активен. Его жизнь изобилует колоссальным количеством конференций, в которых он принимал участие. Что преследовали? Я сказал им, что объединить всех христиан. Что это значит? Дело-то вот в чём. Одно дело – есть церковь, уже существующая, в которой, пожалуйста, вы можете присоединяться. Другое дело – протестантская идея, которая говорила не о той церкви, которую изначально создал Христос, а говорила о необходимости объединиться в одной церкви. Какой в одной? Которую создаём. Которую создаст наше совместное участие в ней. Причём, предполагалось, даже будет и высший орган в этой церкви, и, соответственно, высшее руководство. И отсюда преследовались очень серьёзные цели. Прежде всего, политические. Представьте себе всех христиан собрать, и единое руководство. Тогда можно использовать эти христианские церкви как сильный инструмент политических и экономических акций. Ну и экуминизм, он очень скоро себя проявил в двух направлениях. Вероюстройство, которое было связано с обсуждением наиболее важных вопросов веры. А другое направление, другая параллельная, так называемая жизнь и деятельность, которая обращала внимание на практическую сторону осуществления этой идеи единства. Ну, скажу вам так, что уже первые конференции, в которых приняли православные, в частности, наша эмиграция, поскольку эти конференции были уже в 30-х годах, ну, это наши русские, и в то же время континопольские и греки, то показали следующее, что, оказывается, эти протестанты ничего не понимают в христианском вероучении. И поэтому, когда православные представили свои доклады, Сергий Булгаков, глубокие доклады, то они просто недоумевали, зачем всё это. Первый этап окончился тем, что в 1948 году, после уже войны, создали Всемирный Совет Церквей. В него вошли, кроме протестантских церквей, Константинополь и другие, некоторые другие греческие церкви. Русская тут и речи не могла быть, не до этого было, так же, как и во все и 20-е, и 30-е годы. А дальше произошло вот что. В 1948 году, как раз это в год создания Всемирного Совета Церквей, русская церковь организовала всеправославную конференцию по поводу 600-летия автокефалии русской православной церкви. На эту конференцию в Москве приглашались все православные. Очень многие приехали. Константинополь не приехал. В общем, был настоящий всеправославный собор. Чем он был интересен? Теми докладами и теми отношениями к экуминизму, который по тому времени был очень насущным. Например, архиепископ Серафим Соболев, который недавно канонизировали, он выступил с самой резкой критикой экуминизма со стороны русской церкви протеерей Разумовской, выступили с самой резкой критикой экуминизма. И тот, и другой, указывая на конкретные факты и на конкретных лиц, прямо заявляли о масонском характере всей этой организации и, следовательно, вы слышите, а они говорят, и, следовательно, антихристианской. Что это явление антихристианское, которое старается объединить не в церкви, в которые нужно входить, кто отпал, нет, а создать церковь. Решение этого совещания московского 1948 года в отношении экуминизма было прямо отрицательным. Кстати, материалы этой конференции опубликованы. У нас было издано в двух томах. В 50-х годах начинаются всё большие контакты православных с этой экуминической организацией. Начинаются контакты представителей русской церкви с этой организацией. И в 1961 году русская церковь входит в состав этой организации. Прошло, как видите, сколько? 13 лет. Вы скажете, причины какие? Ну, причины разные называются, но, видимо, основная причина всё-таки носила политический характер. Дело в том, что в этот семейный совет церкви входили в основном протестанты всех западных стран, которые по отношению к Советскому Союзу были настроены крайне негативно. И сочли, по-видимому, наши руководящие идеологические органы, сочли, наверное, необходимым как-то нейтрализовать это. И вот в 1961 году русская церковь вошла. За ней тут же, в том же году, все христианские церкви и православные, и неправославные, и протестантские, то же самое, демократических наших стран, демократических, да, то же самое вошли во Всемирный совет церквей. Так началось участие христиан-соцлагеря в этом движении. Ну, руководящая роль со стороны, конечно, именно вот этого всего, я бы сказал, блока, конечно, играла русская церковь. Возволял ее митрополит Никодим. Проходили Всемирные ассамблеи и так далее. Что показало это? Наши православные христиане не теряли все-таки надежды, что можно как-то надеяться на то, что все-таки и протестантские церкви как-нибудь обратятся к изучению начал христианской жизни и возвращаться в церковь. Это оказалось заблуждением. Никто из них и не думал. Более того, мы видим, как они постепенно, западные христиане, протестантские, отступали даже от тех начал, которые они, в общем-то, исповедовали. Первым актом, который потряс, серьезно потряс наше участие в экономическом движении, это было введение женского священства среди протестантских церквей. Сначала было про священников, а потом и епископов. Сейчас уже полно и епископов. Об этом было много дискуссий и, так сказать, недоразумений. Очень настаивали протестанты, чтобы и в русской церкви это было, и среди православных даже было. Но следующим холодным душем для православных стало введение гомосексуалов, в которых христианство западное, протестантское, стало не только оправдывать, но и даже потом стали их рукополагать в своё священство. Это, конечно, показало, что никакого у них интереса к возвращению в церковь не существует. На ассамблеях, которые проводились в то время, можно было видеть, как далеко протестанты уходят из церкви. Всё чаще возникали богословские течения и убеждения, когда и Христос – не Бог, а совершенный человек, ну и Богоматерь – не Богоматерь. На ассамблее, помню, в Австралии, в Канберре, уже договорили, что третья ипостась Дух Святой – это женское начало в Троице. В общем, прям шло буквально на глазах разложение. То есть процесс шёл не в направлении возвращения протестантов к церкви, а шёл прямо в противоположном направлении. Католицизм, который резко, отрицательно всегда римские папы заявляли в отношении к акумуническому движению, в результате Ватиканского собора 1962-65 годов, долго шёл, да, приняли к акумуническое движение, одобрили. И с тех пор во всех акумунических конференциях от самых больших до самых маленьких, я помню, приходилось всего 10 человек, обязательно католические представители есть. Католичество вошло с головой, что называется, в это акумуническое движение и стало играть там очень большую, существенную роль. Но официально не становилось членом этой организации по причине очень простой, потому что церкви должны были в этой организации представлять количество участников пропорциональной численности церкви. И если бы католичество вошло туда, ну, всё. Оно по своему составу, это сколько вошло бы туда представителей, поглотило бы всех протестантов и православных, всех вместе. Ну, католиков целый миллиард. Ну, и другие, так и были причины. Поэтому католичество до сих пор не является членами акумунического движения, тем не менее, тем не менее, играет там, ну, я бы сказал, одну из доминирующих ролей в этом движении. Вот эти отступления протестантов от начала христианской веры и от начала уже и христианской жизни, конечно, он показал, куда мы пришли и во что мы вошли. Сейчас, поэтому, русская церковь значительно сократила своё участие, но не вышло. Может быть, причины, так можно предполагать, причины, может быть, политического даже характера. Вот. Поэтому ещё участие продолжается. С моей точки зрения, к сожалению, потому что это участие отрицательно влияет. Нам участие в этом движении ничего не дало для русской церкви. В плане веры и говорить нечего, в плане жизни, тем более, ничего не дало. и не даёт. Поэтому наши отношения, эти экуменические отношения с западным христианством, это действительно огромное искушение, которое, к сожалению, это мой взгляд, так, к сожалению, продолжается до сих пор. В настоящее время, мне кажется, наибольшую угрозу для русского православия и для православия вообще представляет собой католицизм. по той причине, что, понимаете, там некая поверхность его кажется в чём-то подобна, ну, по культу, по многим, по многим кажется чисто внешним исповеданием основных догматов, хотя все до одного догмата в католицизме искажены. И особенно мы это замечаем на тех отношениях, которые существуют между Ватиканом и Константинополем. А вот последний патриарх Варфоломей, он, что называется, не вырезает из Рима. И он, сам Варфоломей, и его митрополиты уже сейчас говорят, что уже препятствий практически нет для воссоединения. меня это просто поражает, потому что, ещё раз повторяю, нет ни одной догматической истины, уж не говорю о канонах, которые бы не были повреждены в католицизме, вплоть, начиная с Святой Троицы даже, и то в Филиокве. Вот, жертва Христова, совершенно просто и совсем искажение. Уж не говорю о таинствах, понимании таинств, и так далее. Константинополь идет прямо напролом. Я боюсь, что как бы не случилось этого в ближайшем будущем. Жалко, конечно, что и у нас эти отношения с католицизмом тоже продолжаются. Это очень печально, потому что католицизм ничего не даёт нам ни в смысле веры, ни в смысле канонов, ни в духовной жизни. Поскольку в духовной жизни один за другим наши святые решительно все, все заявляющие о католицизм, это ересь и глубочайшая прелесть. И тот же Паисий Величковский, пожалуйста, об этом говорил очень много. Это Игнатий Бринчнинов, это Феофан Затворник, это Амбросий Оптинский, это Иоанн Кронштадтский, это Иларион Троицкий, то есть наши святые, я подчёркиваю, говорю, святые, богослову, знаете, можем договорить вам сколько угодно. Святые все решительно против. Поэтому сейчас в наше время экуменизм для, я считаю, русского православия представляет, конечно, опасность, по крайней мере, нездоровое явление, а в отношении с католицизм, вообще большую опасность как таковую. Вот те тезисы, которые вы озвучили в самом начале нашей программы, о том, что это попытка свести всё к единой религии, она же прописывается во многих оккультных сектах, во многих таких, даже сатанистских движениях. Это как-то связано? Я думаю, что связано, потому что вот те доклады, которых я вам упоминал архиепископ Серафим Соболев в своём докладе, а затем наш протеерий Разумовский, они в своих докладах прямо показали, что истоки вот этого экуменического движения все находятся в масонстве. Масонство, о котором они говорили, оно прямо направлено против христианства. Есть и такое даже высказание, что масонство имеет свои тайной целью уничтожения христианства, но не других религий. Поэтому здесь не приходится удивляться, что экуменическое движение пришло вот сейчас к чему? Знаете, протестантизмы? Какие дикие просто вещи! Дух Святой, женское начало в Троице. Дева Марии никакой Дева Марии, ну что, что за чепуху говорить? Христос, да нет, это, я помню, разговаривали с одним епископом англиканским, и он мне говорит, да-да, Христос это все, это великий человек, я говорю, Бог, нет-нет, он совершенный человек, но Бог не будем об этом говорить, и так далее. Во что это превратили? Вы подумайте только! То есть, доходим, мы уже прямо идем к сатанизму настоящему, так что, пожалуй, это единая религия будущего, это будет религия действительно антихриста. Алексей Ильич, вы же встречались с католиками на всех этих конференциях, переубедить как-то можно? Нет, нет, ни католиков, ни протестантов, ну, какие-то отдельные личности могут, это бывало. Однажды, вот, был такой случай, когда целый монастырь, представляете, что такое целый монастырь, но там было 7 или 8 монахов католических, которые начитались древних отцов и заявили, что переходят в православие. Это было ужасно, конечно. Но бывают отдельные лица, конечно. Вот сейчас он к нам приезжал, Ларше, например, из Франции, он тоже был католическим богословом, все, но он прям явно, то есть не явно, а он действительно сознательно принял православие. Были, то же самое было и с протестантами. Отдельные случаи отдельных лиц и больше ничего. Зато католицизм ведет сильнейшую пропаганду. Да. Вот представьте себе, организовали даже в Шаветоне монастырь, в общем-то, молодежный, в котором практикуют литургию и византийско-славянскую, и латинскую. Там проводят довольно часто конференции экуменические, на которых что происходит? Все причащаются без разбора. Протестанты, католики и православные даже. Ну, то есть насчет того, что все православные, нет, я не знаю, но я точно знаю тех, которые причащались. Я их никогда не назову. Вот. в Шаветоне. Все. Я так сказал однажды на конференции, я говорю, свальный грех. Что это такое? Во что превращается причастие? А, вы знаете, какая идея? Объединимся в любви. Пришлось говорить, прям, пришлось говорить, вы знаете, когда любят друг друга он и она, до заключения брака, если когда они в любви вступают, то мы как это называем? Лудом. Так что, как же это сейчас можно причащаться совместно друг у друга до заключения единства? Это что такое? Я, это, и назвал. Ой, после этого меня на эти не стали даже приглашать. Да, ну, еще, я просто назвал, это что такое? Во что превращать Евхаристию? А, знаете, под каким лозунгом? гостеприимство. Я говорю, ой-ой-ой, женщина приглашает мужчину, или мужчина-женщину, гостеприимство. Я говорю, это как называется? Вы скажите. Это что такое? Во что мы превращаем Евхаристию? Евхаристическое гостеприимство, вы подумайте только. Я говорю, в Евхаристии тоже становится единой плоть, как и в браке. И как не в браке даже единая плоть становится, единой плотью. Только одно дело брак, а другое дело внебрачное. Я говорю, как называем? Так и в Евхаристии тоже самое. Пока нет единства вот этого соединения, тогда что же мы делаем? Вот что происходит. А, подводя итог программы, если произойдет объединение всех религий, что будет с православием? Вот вы сказали, его поглотят. Ну, это совсем другая тема, я вам скажу, о которой нужно, может быть, отдельно говорить, но скажу вам так, что единая религия, в единой религии никаких догматов быть не может, потому что любое догматическое чье-то учение, оно будет препятствовать единству. Как я, как, как можно быть в единой религии, когда они признают Христа за Бога? Представьте себе, как это? Христос Бог не может этого быть. Православие будет исключено полностью, не отказавшись от своих догматов. Не должно быть в единой религии догматов, кроме, я не знаю, какой, мамоны, на почве которой происходит объединение. Вот, единство. Безличного Бога. Все такие общие фразы. Единый Бог, Бог-то один. А кого подразумевает в каждой религии? Апостол Павел что говорит? Какое общение Христа с Велиаром? И если здесь Бога, исповедовать, какого Бога? Велиара, что и будет при пришествии Антихриста, то о чем говорить? Апостол Павел пишет, я не хочу, чтобы вы кланились бесам. Вот в чем дело-то. Потому что Богом можно назвать все, что угодно. и самого сатану. Поэтому христианство, я бы говорю, настоящее христианство, конечно, оно не может быть, конечно, присутствовать в единой религии. В этой единой религии будущего, как сказал Серафим Роуз. Серафим Роуз.